Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мы с парнем встречались год, жили вместе, у нас были спокойные мирные отношения. Парню недель назад он замкнулся, был в этот момент в другом городе, звонил, но разговаривал сухо, без эмоций. Вчера он заехал за вещами, мы поговорили, он попросил паузу, сперва пытался сказать, что это ради меня, в итоге сдался, подошёл, обнял, сказал, что у него сейчас ужасное эмоциональное настроение, полное опяти, он не понимает ради чего жить и ничего не хочет. Сказал, что у него уже было такое, он пытался покончить с собой тогда, всё это время, что рассказывал, у него просто стекли слёзы, не помню, что он плакал до этого, сказал, что ему нужно пройти это одному, поэтому он уезжает домой. К тому же отсюда, нужна помощь на ферме. Пообещал позвонить на следующий день, написал, сел в поезд, постарайся не плакать, это не точка. На следующий день, время 23, я написал это, я обещал позвонить мне ждать, да, не знаю, позвонит ли, потому что пишу это сейчас, после 15 минут, мне очень тяжело сейчас, я не хочу верить, что это конец, чувствую себя слабовольной дурой, потому что у меня все наоборот, когда мне плохо, тревога в груди, мне достаточно его объятья, она проходит, физически становится. Легче дышать даже, я боюсь, даже представлять, не хочу, что буду жить без него. Ну, ситуация достаточно здесь непростая, в смысле, наличие, скажем так, контекстов, да? То есть, ну, то есть, есть ряд, ряд контекстов, на которые, вот, хочется обратить как-то ваше внимание, да? Первое, на что хочется обратить внимание, это то, что у вас, как будто бы, зависимость от парня. И у вас, очевидно, тоже почему-то возникает тревога, как мне кажется, не связано это напрямую. С тем, что у вас происходит с парнем, вот, мне кажется, что это связано, вот, исключительно с вашими собственными. Эмоциями, да, с вашими, ну, с вашими собственными, получается, переживаниями, вот. И здесь очень важно, как мне кажется, обратить на это вам свое внимание, что ваша тревога, она, если на самом деле возникает периодически, и вам нужен парень, условно, чтобы успокоиться, то это, конечно, история больше про ваше собственное состояние, нежели чем про, ну, отношения, скажем так, да? Это больше про то, как вы сами живете и как вы сами, ну, что вы сами испытываете и так далее. Вот, вот, то есть, ну, понимаете, понимаете, о чем я надеюсь, идет речь здесь, вот, и мне кажется, мне кажется, что в любом случае нужно вам на это обратить внимание. Дальше, человек, у которого проблемы, которые вы описали, да, вряд ли может справиться сам. То есть, вряд ли человек может сам как-то вот в этой ситуации себе, ну, скажем так, помочь, да? Ага, здесь нужна человеку помощь, психотерапевтическая помощь, вот, если человек эту помощь как бы не, ну, не получает, да, если человек, как бы, эту помощь, ну, скажем так, себе не организовывает, вот, то, естественно, ситуация сама по себе не разрешит. И у меня, конечно, в связи с этим возникает вопрос, да, насколько парень ваш серьезно относится к, ну, вот, к своей ситуации, насколько он понимает серьезно своего состояния, вот, потому что его слова о том, что мне надо это одному пережить, ну, может быть, конечно, но, так а кто... Кто в этом смысле, ну, кто в этом смысле, ну, кто в этом смысле может гарантировать, что это не повторится вновь? А это может случиться снова, понимаете? То есть, ну, как бы, если это вот произошло, произошло, да, если это произошло, то это может случиться опять, к сожалению. Поэтому, тут вот такой момент, да, то есть, с одной стороны, как бы, идет ваша зависимость, эм... эмоциональная от него... от него... А с другой стороны, идет, вот, то, что... эм... у него есть, эм... вот такие... эм... сложности, у него есть, эм... Ну, такие, эм... проблемы, которые он, эм... сам решить... скорее всего, не может. Вот. И, соответственно, если человек... не обращается за помощью, то... под вопросом, собственно, эм... то, как дальше будут развиваться... ваши отношения. Вот. То есть, в любой момент это может, эм... всегда, в любой момент это может обернуться тем, что... человек просто... ну, как бы, решит уйти, да, решит уйти, решит... эм... вот так вот, выйти из отношений. При том, что ему может, ну... эм... может что-то не понравиться. Вот. То есть, здесь всегда, эм... есть, эм... к сожалению, вот такое... эм... я бы сказал, подозрение на эм... эм... манипуляцию. Эм... безусловно, я не хочу... эм... я не хочу сказать, что... человек вами манипулирует, не хочу сказать, что он такой... эм... плохой. Я уверен, что у него действительно есть трудности. Эм... но... эм... важно то, как... как проявляются... эм... как проявляются отношения у человека к трудностям. Вот. То есть, можно понять, если человек... эм... решает... там, грубо говоря... эм... ну, как бы не... эм... ну, не привлекать вас... эм... эм... ну, свои... свои проблемы. Можно это понять. А... можно понять, если человек решает, что, ну, окей... он один... эм... ну, будет... эм... решать... эм... эм... свои... ну, свои... трудности. Вот... Хорошо. Это мой нападатель. Но как он решает? Просто пере... эм... Пережидая, это не решение проблем, вот, поэтому я бы не хотел, чтобы вы как-то обманывались в данной ситуации, в данном случае, вот, я бы очень не хотел, чтобы вы обманывались как-то, я бы очень не хотел, чтобы вас были что-то вроде ложных надежд, вот, я бы хотел, чтобы вы все-таки смотрели на вещи реально, и с моей, с моей точки зрения, то, что вы не представляете, как вам дальше жить без человека, это все-таки говорит о том, что необходимо к психологу обратиться к вам, вот, то, что вы слишком сильно, возможно, растворяетесь в своем партнере, вот, и в общем и целом ничего хорошего. из этого может не получится, ничего хорошего из этого не получится, вот, так или иначе, ничего хорошего. Ничего хорошего из этого не получится от слова «совсем», да, и от слова «совсем» и от слова «никак». Вот, то, что вы не представляете своей жизнью без него, это вот, конечно, очень и очень, я бы сказал так, настораживает. Очень настораживает это. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы вы уже на это обратили внимание, да? Вот, но, смотрите, какая получается история. Вы пишете свой, значит, текст, да, вы пишете свой текст, но вы не задаёте вопрос. То есть вопрос у вас как бы, ну, нет. Вопрос вы никакого не задаёте. Это тоже вызывает вопросы по поводу вашей нацеленности, да? То есть, ну, чего вы хотите? То есть, как бы, вот, например, например, допустим, если вы хотите успокоиться. Ну, к примеру, да, вы хотите успокоиться. Ну, можно более чем вас понять, да, что вы хотите успокоиться. Ну, опять же, прослушав, например, допустим, мой ответ или ответ, там, у кого-то ещё из психологов, да, вы, ну, скорее всего, не успокоитесь. Почему? Потому что успокоение, оно вот так, ну, оно так не работает. Чтобы успокоиться, вам нужно свои чувства, свои эмоции, которые у вас есть, прожить. Вам нужно их проживать. Да? Свою тревогу. Вот. А вы сейчас, ну, по понятным причинам этого сделать не можете. Вот. То есть, у вас, ну, нет такой, э, возможности это сделать. И, э, э, и соответственно, и соответственно, э, э, вопрос делается обратно с того, что вы сейчас пишите. Да? То есть, ну, да, вы, э, поделились, э, э, своими, э, своими переживаниями. Э, э, то, что вы поделились своими переживаниями, это, в принципе, э, э, как бы хорошо. А вот. Потому что, ну, немножечко, вот, сняли, немножко напряжение. Э, э, вот, э, это, в принципе, здорово, что вы сняли напряжение. Но. Э, именно дело-то всё, э, э, на мой взгляд, заключается в том, что, вот, именно немножко. Именно немножко сняли напряжение. Вот. То есть, э, то есть, э, то есть, как бы, как бы, полностью выводить, не знаю. Ну, потому что вы находитесь вот в этой, э, э, парадигме. Э, э, вот, и, в общем, э, в общем, в общем, в целом, ну, на мой взгляд, э, нужно, конечно, вам, э, помогать, э, обретать себя. Вот. Как мне, ну, как мне кажется, да, как мне видится, я не претендую на истину. Вот. Само собой. Э, само собой, разумеется, не претендую на истину. Но, мне кажется, что очень важно, чтобы вы, вот, ну, как-то обретали себя, учились, учились жить с собой. Не потому, что вы расстанете с, с, обязательно, э, с человеком. А, именно, потому, для того, чтобы быть свободным. Для того, чтобы быть свободным и, а, может быть, э, чтобы не давить на него. Вот. Потому что сейчас очень похоже, что вы можете давить. Ну, в принципе, вы уже это делаете, когда, вот, например, пишете, да, ему, типа, обещал позвонить и так далее. Вот это вот. К сожалению, как раз история про давление. Эта история про давление. Ну, так или иначе, нравится вам это или нет, но... Это так. И, соответственно, э, соответственно, не хочется, чтобы с такой реальностью выжили. Вот. Мне кажется, что он... Э, ну, мне так кажется, что вы достойны, ну, большего. Вот. На мой, на мой взгляд, повторюсь. Повторюсь. Поэтому решать, конечно, вам. Значит, первое, что нужно сделать. А вы обратились, э, к психологу, да, вы обратились на сайт, вы обратились к специалистам. Вот. И первое, что нужно сделать, это сформулировать вопрос. Сформулировать вопрос. Э, какую, какую задачу вы ставите, э, собственно говоря, психологам, специалистам. Вот. Вот. Какую задачу мы должны... Мы должны решить. Вот. Хотите ли вы отношения гармонизировать? Эм... С... Ну, вот. С... 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 Молодым человеком. С... 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 Своим. Вот. Хотите ли вы... Эм... С... С... Где разобраться, может быть? Э... В любом случае... Должна быть поставлена... Поставлена задача. Э... Второй важный момент, заключается в том, что... Э... 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 с позицией личной ответственности. Вот. Что это значит? Что значит с позицией личной ответственности? Позиция личной ответственности подозревает, что всё, что происходит, допустим, в моей жизни, в моих отношениях и так далее, всё, что происходит, ответственно за это я. То есть, как бы, не в смысле того, что вы берёте ответственность на себя за то, что происходит с молодым человеком, а то, что с вами происходит, вот именно с вами то, что происходит. Вот за это вы ответы. И когда вы, например, говорите, что там, я не могу там без него, да, не могу там, не представляю свою жизнь без него или там ещё что-то, вот. То здесь вы говорите как раз о своей проблематике. Вот. И решите для себя, хотите ли вы с этим что-то делать. Чтобы психолог, в данном случае, которого вы выберете для дальнейшей работы, был бы для вас именно, вот, партнёром, сопрудником, который бы помогал вам решать ваши трудности. А не каким-то, вот, человеком, который тянул бы вас, условно говоря, куда-то. Тянуть вас куда-либо в наши задачи не входит, могу вас заверить. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.